Сейчас запускаю запись. Так, запись идет. Спасибо, Алексей. Я благодарю заранее Алексея, чтобы в конце вступить и не забыть ее поблагодарить. Он с самого начала сегодня помогает. Таким образом, начнем сегодняшний вебинар. Вопросов много. Ну и время, дорогие друзья, очень важное. Мы с вами как-никак миновали рубеж, перешли в 10 этап. И он плавненько разгоняется, и мы идем с вами вперед. Итак. Начнем с того, что мы за Землю сегодня в ответе. Скажут спасибо, завтра нам дети, внуки и правнуки. Это очень важно. Прошу это не запоминать. Мы в ближайшее время придем к этому вопросу, к планетарной важности и задачи Скайвей. Прибавьте звук. Вот я бы хотел прибавить звук, но у меня тут что-то не то. Как сейчас слышно? Так, стоп. Сейчас мы попробуем. Так. Как сейчас слышно меня? Еще раз. Лучше, более, лучше, отлично. Так, ну вот кому как слышно. Тут мне почему-то индикатор не А. Ну вот он показывает, стал все, стал показывать. Отлично. Ладно. Смотрите, значит, пойдем дальше. Если что, давайте знать, дорогие друзья. Вопросы на сегодняшний день. Познавательная часть по криптовалюте и официальная позиция компании. Ну, в различной тут развернулся большой, даже два чата по криптовалюте. Это хорошо. Это говорит о том, что у народа, то есть сибиряков очень сильно туркнул. Значит, на большой конференции в Праге. И это задело народ. Это говорит о том, что вопрос актуальный. Вот. Люди, кто соображает, кто не соображает, догадывается. Вот. И в связи с этим есть целый ряд нюансов. Значит, не вдаваясь в подробности, и моя задача сегодня состоит, я не ставил, по крайней мере, перед собой, лично я, да, раздумывая и смотря то, что в чатах пишут, перед собой задача тут сильно начинать вас как-то просвещать. Но, тем не менее, те аспекты, о которых я сегодня хочу вам сказать, они в какой-то степени тоже являются познавательными и дают нам возможность оценивать то, в каком пространстве, в каком времени мы сейчас находимся, как относиться, на мой взгляд, это мое мнение. Ваше право принимать, не принимать, учитывать, не учитывать это. Вот. И мы тоже много на эту тему, как бы, среди нас, членов правления и людей, которые в какой-то степени все-таки помогают направлять процесс инвестиций, мы ведем, обсуждаем. Вот. Но для меня сегодня важным моментом является следующее. Все хорошо, можно рассматривать различные инструменты. Это инструмент. Криптовалюта – это инструмент, токены – это средства и так далее, и так далее. Выход на ICO или на открытые предложения криптовалюты или крипто на рынке, на открытом рынке, крипто предложения. Что там за этим стоит, это другой вопрос. Это отдельный процесс. И я вам покажу, значит, что, да, можно об этом говорить, как о явлении, о возможности и так далее, но нельзя менять коней на ходу. Понимаете? Не всегда это можно делать. Если это делать, нужно очень четко подготовиться. Это одно. Второе. Я не рекомендую менять фокус и смотреть на этот процесс, как на какую-то новую деятельность. Ибо что тут греха твои? Грех, значит, таить. Ведь дело в том, что, как только, предположим, всемогущий, или Анатолий Эдуардович, или, ну, неважно, группа компаний, или кто-то там, или какая-то сказала, что да, все, давайте начинаем переходить. Но вы же понимаете, что это целый процесс. Мы смещаем фокус откуда? Мы смещаем фокус основного процесса инвестирования. Что для нас сегодня очень важно? Для нас сегодня важно не распределить или раздать там, значит, залоговые акции. Для нас не важно само по себе, само по себе очень много денег собрать. Нам важно сегодня обеспечить плавный процесс инвестирования, то есть денежные потоки, которые связаны с бизнес-планом, который был принят в начале, ну, перед первым этапом. Вообще, при запуске этого проекта и так далее. И вот давайте мы сейчас посмотрим, значит, с чем это, дорогие друзья, связано и немножко взглянем. Смотрите, мы с вами, мы с вами, я и вы, каждый, кто из вас есть, начали работать или, скажем, действовать по бизнес-модели А. Это, она состоит из 15 этапов. Она предполагает подготовить выход на IPO. Вот, это основные элементы. Я не вдаю сейчас детали, но это бизнес-модель, и это факт. Это одна бизнес-модель, то есть А. Она предполагает, у нее есть свой бизнес-план, инвестиционный план, эко-технопарка, так, строительство эко-технопарка, вывод технологий, использование. Это все документы, которые созданы, они созданы именно для реализации бизнес-модели А. Там целый ряд, там есть рассчитанные финансовые потоки, там предусмотрены механизмы и не предусмотрены были, они были найдены в ходе, по ходу организации процесса инвестирования и строительства эко-технопарка. Я имею в виду это принятие, прием и передача денег по инвестиционной цепочке до объекта инвестирования, то есть до эко-технопарка, чтобы средства попадали четко в проект. Но это все, дорогие друзья, бизнес-модель А. И мы не можем сегодня сказать или завтра сказать через день или через месяц сказать, что все, дорогие друзья, мы эту модель сейчас забываем и начинаем работать по бизнес-модели Б. Она сегодня вообще есть у кого-то? Боюсь, что нет. Есть целый ряд предположений, есть масса, как Сибиряков правильно говорил в Праге, надо правильно слушать, что говорят наши коллеги. Он говорил, что разрабатываются, работают, причем работают абсолютно независимо друг от друга. Как работают? Подготавливают свои предложения. Как они видят, какова могла бы быть бизнес-модель, сколько у нее этапов будет, как она впишется в бизнес-модель А. Об этом сегодня вообще еще никто не говорит. Только думают, взвешивают. И это тоже между срок можно было прочитать, кто знает выступление Сибирякова. Его задача была одна, но за этим надо понимать, что за этим стоит. Поэтому не надо здесь ажиотаж устраивать, но полезно об этом говорить. И это хорошо. Мне нравится тот тон, который сейчас в чате есть. И это говорит о том, что мы более-менее на правильном пути. Нужно подготовить выход на ICO. Это тоже не через раз, это не с щелчком пальцев происходит, дорогие друзья. Это требует определенной работы. Когда? Юра, когда будет первое размещение? Слушайте, что я говорю. И отсюда услышите, когда оно будет. Ведь подготовить выход на ICO, он ничем не отличается от выхода на IPO. Это тоже процесс. Я вам просто приведу пример. Конкретный выход на ICO, который осуществлен в Эстонии. Мы с ним ознакомились. Он занял подготовительный этап. Подготовительный, объясняю. Занял 8 месяцев. 8 месяцев. Что делалось в подготовительный этап? Просто ходили в потолок, смотрели. Нет, происходила разработка бизнес-модели, подготовка маркетингового плана и вывода того проекта, о котором тут речь шла, об организации своеобразного банка. И 4 месяца выводили на ICO. То есть практически год заняло, почти год. Чуть меньше, как ее считать. Понимаете? Ребята это произвели, сделали, но поскольку было, причем рассчитывали по бизнес-плану, им нужно было по им расчетам 20 миллионов собрать средств, а собралось 32 миллиона. Но теперь они сидят и думают, что с ними делать. Это просто опыт, который здесь был. Поэтому в нашем случае, не будем говорить, в нашем случае здесь надо очень четко представлять, что будет, какой бизнес-план, инвестиционный план, как мы достроим экотехнопарк, имеет ли смысл сейчас вообще как бы вклиниваться по каким-то параметрам, по каким-то критериям. Имеет смысл, потому что мы действительно, вот даже переход сейчас на 10 этап показал, что существующие банковские системы приема и передачи денег, инвестирования, они несовершенны. Во-первых, они большей части разувают инвестора, который проводит свои деньги, казалось бы. И во-вторых, они очень консервативные, то есть они придираются к разным вещам, которые являются несущественными. Почему? Да потому что они построены в большинстве, по крайней мере могу говорить за европейские, они все построены по модели и по инструкции Федерального валютного фонда и Федерального банка американского. Целый ряд вопросов. Откровенно говорят, да, это значит мы боремся с терроризмом, мы боремся с тем, значит, или мы обеспечиваем контроль за финансовыми потоками. Все. То есть есть проблемы. И вот теперь все равно вывод технологии в использовании, как он пишется в эту модель, как эта модель обеспечит это дело. Когда размещение, а вообще для чего нужна нам криптовалюта, Люда? Ну, понимаете, криптовалюта это достаточно универсальное средство. И вопрос в том, что, и еще я сейчас чуть дальше скажу, и смотрите, и здесь еще существует целый ряд правовой, нужно правовую подготовку произвести. Вы же понимаете, что здесь создана своя юридическая структура, которая в правовом смысле проработана, она обеспечивает и в договорах все написано. Но мы же тоже опять-таки по мановению палочки волшебной не можем сменить все договора, все уставные документы этих компаний и перескочить на новую технологию, на новую бизнес-модель. Это так не делается, это требует тоже время, это требует подготовки. Теперь, вы представьте себе, что Марья Петровна, Марья Петровна где-нибудь, или какой-то там Ян Флюкбаум какой-нибудь в центре Европы, он вдруг посмотрит, опа, что это вдруг группа компаний сменила все, он инвестировал, он знал, что он в эти документы ходит. И вдруг, и вдруг это самое все сменилось, все стало как-то совсем иначе, принт совсем другой бизнес-план, видите, да, был один бизнес-план, стал другой бизнес-план и так далее. Он говорит, а я с этим не согласен, а что вы теперь будете делать с моими залоговыми акциями, а как это будет связано с токенами, а вообще, а что такое токен, он вообще это не знает. Поэтому та часть, которая сейчас касается вашего познания вообще, что такое токен, как они связаны с акциями, связаны ли они вообще, надо ли их связывать или нет, это очень хорошо. Но здесь есть целый ряд нюансов, дорогие друзья. Поэтому еще раз, будьте внимательны и процесс, но процесс продолжается. Еще пару моментов. Смотрите, токены, акции, какие акции вообще мы будем использовать, мы сегодня не знаем. Как они называются? Да, можно сказать просто, а, что тут раздумывать? Вот у нас есть акции Евразия Нарелсковая Систем Холдинг и Евразия Нарелсковая Систем Холдинг 2. Сейчас мы там дальше еще посмотрим, потому что сейчас в этот период задавали европейцы, задавали много вопросов. Сейчас готовится большая конференция в Германии, в Нюрнберге, вы видели, да, по рекламе. И у людей есть целый ряд вопросов, люди дотошно копаются, но копаются непрофессионально и задают зачастую тоже и вопросы. Поэтому здесь все не так просто. Деньги или криптовалюта? Вы понимаете, значит, нужно ли нам вводить криптовалюту? Не надо путать. Может быть, токены и акции увязать между собой и все, и больше ничего не надо. Понимаете? А дальше? Как это? Введение криптовалюты – это отдельный бизнес. Кто будет? Это не задача группы компаний Skyway. Может быть, это задача капитал, а может быть, нет. Кредитование, продажа акций, монетизация. То есть это криптирование дает вот эти все возможности. Что из этого выбрать? Кредитования, естественно, нет. В нашем случае продажа акций. Но мы не продаем акции. У нас нет продажи купли акций. У нас есть инвестирование и залог. Опять вопрос возникает. Монетизация дополнительного сервиса. Ну, может быть. Может быть. Это у нас дополнительный сервис. Это мы можем использовать для пользователей сети. Скорее всего, если я смотрю из всех трех так называемых задач, которые выполняет криптовалюта, вот это последнее могло бы подойти. Но не первые два в любом случае, дорогие друзья. Хотя, как сказать. Опять-таки, где это описывается? Это описывается, дорогие друзья, бизнес-модели. А ее пока нету. Поэтому мы можем с вами тренироваться, предполагать. Но это опять-таки предполагать, не зная, что за этим стоит. И это получается, что вещи зачастую, если не сказать во всех случаях, не таковы, как и таковыми они кажутся на первый взгляд. И на этот счет существует масса различных притч, которых я сегодня не буду вам приводить. Но вы сами грамотные люди, это знаете. Если посмотреть на биржи, то еще как нужна капитализация уже на 100 миллиардов долларов. А за нашу крипту люди смогут купить акции, которые будут в цене расти. Дорогие друзья, Ирина, не бегите впереди Юнибуса или Юнибалька, как там сегодня Сибирьков хорошо сказал. Он очень быстро ездит, этот Юнибус. И поэтому не надо там бежать впереди него. Тем более, что на втором уровне, то есть на высоте. Это надо быть очень хорошим специалистом. Не все так, как вы, Ирина, пишите. Я не буду сейчас с вами тут дискутировать. Слушайте, вникайте, участвуйте в чате. Это упущенный способ любому человеку приобрести акции. Вы знаете, нет, не совсем так. Это не совсем так. Лучше просто ждать решения, а не то можно такого предполагать. Вот, вот, вот. Вот Борис зачастую дамы более четко представляют и как бы более, ну, как бы близки к истине. Но в данном случае просто мне лучше ничего не сказать, Борис, спасибо. Суть не в криптовалюте нашей, а в создании собственного платежа. Вот, скорее всего, туда. Правильно. И вы как раз говорите, что монетизация дополнительного сервиса для пользователей сети. А кто пользователь сети? Инвесторы. Какие инвесторы? Инвесторы, которые инвестируют свои средства в строительство экотехнопарка. А какого лешего они туда инвестируют? Они заинтересованы в том, чтобы технология вышла на рынок и ей бы стали пользоваться. А что это им даст? Это им даст то, что те акции, которые они получают в залог под свою инвестицию, начнут капитализировать. Еще больше капитализировать. Они сегодня капитализируют, но тогда они начнут еще больше капитализировать. Поэтому, конечно, нам нужно думать об этом, что есть инструмент, на рынке есть инструмент, им пользуются уже в мире, но его надо правильно применить. И поэтому, дорогие друзья, Владимир, запись будет. Надеюсь, Людмила, что будет. И поэтому здесь надо, дорогие друзья, думать над этим. Хотя предположение это тоже какой-то определенный процесс. Я сегодня предполагаю одно, завтра другое. Повторюсь только здесь еще раз. Нужно предполагать, опираясь на реальные вещи, максимально представлять себе систему. Если систему не представляем, то мы будем вырывать какие-то моменты, будем, скажем, это знаете, как вот мне понравилась пряжка какая-нибудь. Пряжка на платье у Марии Петровны. Самой пресловутой Марии Петровны. Я взял ее себе на пиджак, пришел. Пардон, но на Марии Петровны пряжка хорошо просматривалась в системе ее гардероба. Пардон, на моем гардеробе она как зайцу стоп-сигнал или же коровье седло. Ну никуда не вяжется, понимаете. Хотя сама по себе пряжка хорошая. Ровно так и в нашем деле, дорогие друзья. Поэтому здесь надо очень четко представлять, куда что пришивать и как делать. И опять возвращаюсь обратно. Давайте будем системными. Для этого нужна четкая бизнес-модель. Вот сначала, когда мы начинаем любую дискуссию, давайте определимся, какова наша бизнес-модель. То, что нам надо просто построить эко-технопарк и легализовать в мире, узаконить технологию Skyway, это еще не является бизнес-моделью. К сожалению или к счастью, это так. Поэтому давайте сейчас на этом немножко закончим здесь. Если у вас будут вопросы или еще что-то, мы можем об этом еще поговорить и по всей вероятности будем говорить. Потому что тот процесс и ту волну, которую хорошую волну поднял уважаемый Сергей Сибиряков, ее нужно поддерживать. Это нужный процесс. И в данном случае просто это наш познавательный процесс. Но познавая, мы продвигаемся дальше, мы становимся более просвещенными сами. Естественно, почему? Что это нам дает? Ну хорошо, мы ложимся более просвещенными спать, встаем более просвещенными. Но это еще дает нам возможность работать с другими людьми, передавать свои знания, свои навыки. Но прежде нужно убедиться, что ты не передаешь ту-в-ту или какие-то свои домыслы. Или тогда, по крайней мере, скажи, вот я думаю так, а как она на действительности есть, нам надо выяснить. Рекомендую так подходить к этому делу. Крипта нужна, Родион? Нужна. Я тоже такого же мнения. Значит, все, идем дальше. Таким образом, второй вопрос нашей сегодняшней повестки, дорогие друзья. Некоторые вопросы экономики компании, понимания информации. Тоже очень важный вопрос. Почему он важный? Ну, понимаете, вроде бы идет процесс, девятый этап. Шел, шел, шел. Мы, как знаете, уже в ритм вошли. Мы перешли на другой уровень. По-всякому. Знаком тому является еще и этот сигнал. Я вернусь к тому же самому, как бы всколыхнувшему все наше инвестиционное пространство выступлению Сергея Сибирякова. Да, почему это? Потому что мы на новом этапе. Мы оглядываемся назад, смотрим, ага, это мы прошли. Это надо знать, что мы прошли. Какой опыт мы обрели. Но нам надо и знать, как идти дальше. И это из серии того, как идти дальше. И это хорошо. Теперь смотрим дальше. Некоторые, значит, ну, как бы некоторые вопросы экономики компании. Многие задают вопрос. Вот даже где-то сегодня или на днях, я помню, проскочил в нашем чате целевых проектов, что как это так? Или кто-то мне в частном чате, вот уже народ стал очень грамотный, не поднимает волну в общем чате, а мне в частном чате спрашивают, Владимир, как же так? Я смотрю, вот я инвестировал там, стал, как бы получил залог акции, пакет какой-то, акция номер такая-то, акция номер такой-то. Что получается там? Цифра, смотрите, какая. Мы же сколько уже инвестировали, а что у нас получается, что у нас уже совсем ничего не осталось и так далее. Вот давайте посчитаем и посмотрим, дорогие друзья. Второе, значит, из Германии задают вопрос, как так, вот баланс компании 17 миллионов всего, да, 17 миллионов белорусских рублей, а мы сколько туда или в этот, как бы, инвестировали уже там до какого-то этапа, по-моему, до 6-го или до 7-го этапа, да, там смотрят, это старый баланс, смотрели по всей вероятности, я так могу предположить, я еще не выяснял. Вот, и возникает целый ряд вопросов, давайте посмотрим, а что в действительности-то за этим, дорогие друзья, стоит. Смотрите, это полезно всем знать, тем, кто знает, можете не слушать, те, кто не знает, я обращаю просто ваше внимание. Смотрите, баланс компании, это есть часть первая или верхняя часть, или, ну, одна часть, это активы, это А, есть сумма активов и есть пассивы, пассивы, сумма пассивов В, сумма А должна равняться В, почему? Потому что активы это денежные средства, имущество любого характера, это и ноу-хау, то есть интеллектуальная собственность, оцененная в чем-то, да, это все находится вот здесь, в части А. В пассивах или в пассивах, что находится здесь? Здесь находятся различные обязанности или обязательства компании, здесь находятся различные кредиты или невыплаченные, или те платежи, которые надо выплатить и так далее. То есть другая часть компании, и они должны быть между собой в балансе, то есть балансированы, равны друг другу. В верхней части и нижней части должны быть равны. Здесь и доходы, в нижней части, и доходы, кстати, которые приходят в компанию в конечном итоге, здесь и убытки отражаются, и в конечном итоге выводится так называемая в нижней части, выводится еще и часть строка прибыль компании. И таким образом уравновешиваются эти две части, потому что в пассивах больше от текущей деятельности здесь, ну здесь тоже так нельзя сказать, но одним словом, нам сегодня важно знать то, что А и Б должны быть, хотя они и сидят на турбе, но должны быть равны друг другу. Это очень важно. Уже можно проводить покупку пакетов или оплату расстройки путем оплаты по картам Мастеркард или виза. Спрашивают рефералы, спасибо. Уже можно проводить покупку пакетов. Значит, Людмила или Люда из Минска, мы не продаем и не покупаем. Значит, мы платим рассрочку инвестиций по картам Мастеркард или виза. Вы знаете, я думаю, что можно. Я не был сегодня или вчера, я просто сейчас как бы очень ограничен во времени. Останусь вам в долгу этот вопрос. Если кто, коллеги из слушающих, знает, дайте ответ Людмиле, пожалуйста. Я из Грузии зачисляю картой виза. Да, нет, я знаю, что можно, я не знаю, какая карта Мастеркард или виза вас интересует. Есть там такие возможности, и они все время прибавляются, Людмила. Просто вот не беру сейчас с пены у рта вам утверждать, что нет, почему там все есть. Уверен, что есть. Но мало ли могут быть какие-то нюансы. Вот, теперь дальше, дорогие друзья, что здесь еще важно? Что показывает эта сумма? Это я уже вам сказал. Как она связана с инвестициями? Ага, вот смотрите. Важно здесь понимать еще, что вот эта сумма и здесь, и здесь, как они связаны с инвестициями. Дело в том, что инвестиции, они, значит, приходят и являются средствами, которыми оплачиваются различные расходы компаний. Затратная часть компаний и так далее. И инвестиции – это поток поступающих средств. С одной стороны. С другой стороны, вопрос у нас есть особенности. Если мы возьмем баланс, смотрите, если мы возьмем баланс компании, а немцы задавали вопрос по компании «Зао струнной технологии», да, то у этой компании никаких акций, ничего нет. Как бы поступает эта инвестиция, поступает в нее как финансовый платеж со стороны GTI. Но там есть моменты. Есть целый ряд расходов, которые оплачивает GTI напрямую, не качая деньги из компании в компанию. Закупку имущества и так далее. И она передает или передает на баланс, или передает в использование компании «Зао струнной технологии». Потому что мы с «Зао струнной технологией» никакими акциями никак не связаны. «Зао струнной технологии» является дочерней компанией нашей компании Global Transport Investment. «Зао струнной технологии» пардон, здесь ее нету. Вот она здесь, видите? Вот «Зао струнной технологии» она 100% принадлежит Global Transport Investment. И это значит, что тут у них есть свои взаимоотношения, но в балансе целый ряд средств, которые приходят, в «Зао струнной технологии» не отображаются. Или отображаются, могут отображаться только в части, в части, которая является частью, помните, да? Обязательств, то есть в пассивах. И определенные капитализируемые через эту компанию средства отображаются в активах. Поэтому здесь никогда нельзя говорить однозначно, что это вот как, знаете, как прямая труба. Отсюда пришло, отсюда ушло. Или отсюда сюда легло. Поэтому это баланс абсолютно двух разных компаний. Вот. Людмила, можно... А, все. Я из Молдовы. Ага, все. Идем дальше. Смотрите, тут вопросом я последил еще за вопросами слегка. Так, с инвестициями. Поэтому эта сумма косвенно связана с инвестициями. Почему объем баланса может быть меньше суммы сделанных инвестиций? Я уже ответил на этот вопрос, потому что балансы разные, дорогие друзья. Вот. И это не значит, что как бы инвестиции куда-то улетучились, да? Там еще задавали вопрос, а каков же баланс компании Skyway Capital? Мы знаем, что за Skyway Capital стоит юридическое одно лицо. Оно принадлежит 100% материнской компании. И оно нужно только лишь для того, чтобы осуществлять процесс финансовой проводки. То есть это площадка, платформа для проведения инвестиций и обеспечения процесса доведения залоговых акций до инвесторов и оформления залога в виде наличия акций в реестре компании одной или второй компании. Поэтому баланс, он достаточно как бы скрытый у этой компании. У нее расходная часть есть, естественно. Вот. Она держится под контролем, под полным строжайшим контролем Global Transport Investment, который является ее материнской компанией напрямую. И поэтому она ей дает и с одной стороны полномочия, а с другой стороны дает... Это что касается Capital. Это и что касается RSV. Но это не касается, дорогие друзья, SWIG. Поэтому полезно посмотреть, значит, хотя SWIG тоже, скорее всего, не будет показывать своего баланса. Хотя, в принципе, мог бы это дело сделать. Но это отдельная история. Давайте не будем это касаться. Это не наша тема. Вот. Меньше. Как это связано с количеством залоговых акций, если смотреть по нумерации? Вот смотрите. Значит, по нумерации. Смотрим. Что у нас получается по нумерации? С первого по девятый этап, дорогие друзья, у нас было выставлено для обеспечения процесса инвестиций, под инвестиции всего 43,5 миллиарда акций. Под инвестиции 86 миллионов долларов. Это по бизнес-плану и по нашей бизнес-модели. А. Бизнес-модель А. Вот таков теперь. Теперь вы помните, что прошлый вебинар, позапрошлый и позапозапрошлый вебинар, я вам выводил цифру, а если кто более дотошный, посмотрел сам в бизнес-плане и в описании бизнес-процесса по 15 этапам. Что 10-й, 15 этап, это 17 миллиардов акций у нас должно быть выставлено под инвестиции, 150 миллионов. Итого, что у нас получается? 43,5 и 17, это 60, да? Правильно. 60,5 миллиардов залоговых акций и 236 миллионов долларов США. Тут могут быть некоторые разногласия там, но в бизнес-плане это так. Таким образом, всего акций под залог для инвестирования 133 миллиона, там чуть больше, да? Я вам говорил, смотрите, здесь видно, вот сколько под инвестирование всего или всего таких акций. И мы знаем, что отсюда половина минус одна акция и отсюда половина минус одна акция. То есть от 60 миллиардов 130 миллионов и от 73 миллиардов 492 миллионов половина минус одна акция. И отсюда половина минус одна акция. Но в любом случае, если мы просто возьмем по-крупному 133 миллиарда и посмотрим, что это дает нам в расчете, да? То мы видим, что в любом случае по бизнес-плану даже еще есть небольшой запас. Поэтому, дорогие друзья, кто считает на коленке, да, должно быть проинвестировано, Ирина, проинвестировано меньше. Это тоже отдельный вопрос. Дело в том, что там задавали вопрос, я не помню, как он правильно был построен, но там задавали вопрос, как же так, что вроде бы у нас должно быть столько-то инвестиций и так далее. Дело в том, что у нас инвестиционный план, к сожалению, выполнялся по особенности до восьмого этапа. Девятый этап мы выполнили практически весь инвестиционный план правильно. А до восьмого этапа включительно шло так называемое отставание от бизнес-плана. А работы осуществлялись, дорогие друзья, зачастую недофинансированные. Понятно, да? Поэтому, скажем, сегодня эксперты, которые оценивают этот процесс, они даже где-то удивляются, говорят, это вообще фантастика, что при таком определенном, скажем, недостатке финансирования, потока финансирования или недоработка этого процесса, значит, все-таки процесс инвестирования и строительства идет, и задачи выполняются. И это очень важно. И это очень важно. Поэтому здесь такой момент есть. Так что, а по Австралии какие-нибудь новости есть? Хука когда в гости ждать? Люда, ждите. Скоро будет Хук, скорее всего, в гостях со своей командой. Это зависит от, как я знаю, это зависит от сертификации или, скажем так, оформления целого ряда документов, которые очень стабильно сейчас идет головная кампания. Вот, да, правильно, Татьяна, так мы и делали. Вот, и очень-очень гибко, я просто удивляюсь. Вот, и, да, и таким образом, зависит от того, как пройдет, не как, а вернее, когда документы будут оформлены. Просто так, ну что просто так ездить? Вот, там они практически уже все подготовили и ждут определенных документов подтверждений. Так, теперь здесь у нас все понятно. Перейдем обратно. Смотрите, значит, да. Особенности инвестиций до восьмого этапа, начиная с девятого этапа. Вот особенности здесь я уже затронул, что до восьмого этапа у нас было недофинансирование. Но, если еще посмотреть, там есть еще одна особенность. Фактически финансирование до третьего этапа, оно шло, но не шло капитализацией. Шла подготовка. В чем это выражалось? Это выражалось в том, что, если мы посмотрим даже по бизнес-плану, там большинство работ носили затратный характер без наличия какого-то возникновения, какого-то имущества. Но, скажем, интеллектуальная собственность постоянно нарастала. Или она обрастала возможностями ее, или, скажем, готовностью к сертификации. Понятно, да? Затратная часть. То есть платили за офис, платили за проектирование, платили за покупку компьютерной техники, программ специальных, оборудование для построения моделей. Модели нужно было строить, нужно было делать авант-проекты, чтобы популяризировать технологию Skyway. Я сам пользовался авант-проектом, который очень хорошо, наглядно показывал, по тому же Санкт-Петербургу показывал возможности замены решений, которые там были, от Пулково до Купчино, то есть из аэропорта Пулково на первую станцию Купчино в метро, переброска пассажиров в чемпионат мира по футболу. На порядок быстрее все решалось, и в пять или в шесть раз дешевле была затратная часть. Но поскольку Skyway был там, где он есть, строить было бы отвлечение от процесса экотехнопарка, хотя было очень заманчиво. Тем более, и самое печальное, или самое важное, то, что когда фактически этот проект выиграла РЖД в свое время, ну а выигрывая этот проект, там начались определенные процессы, и средства уже к тому моменту, когда можно было предложить свою альтернативу и за нее взяться, средства уже там не оставалось. И поэтому ввязываться в такой грязный, или, скажем, немножко замазанный процесс, на мой взгляд, было бы очень-очень непрестижно. Хотя можно было построить в конечном итоге что-то там в любом случае. И был сделан аванпроект, этим было объявлено о том, что мы можем и готовы были бы это сделать при определенных условиях. Так, по таблице собранных денег учтены все инвестиционные инвестированные в проект деньги. Нет, здесь, значит, Татьяна, здесь, значит, давайте посмотрим, надо отдельно, котлеты отдельно, муки отдельно. Дело в том, что это по бизнес-плану. Понятно, для всех, кто прослушал, и вот спасибо, что Татьяна задала этот вопрос, что это под инвестиции было по бизнес-плану выделено 43,5 миллиарда в акции в залог, что предполагало по бизнес-плану и по плану 15 этапов наличие, привлечения 86 миллионов долларов США. Вот, что в реальности, это, значит, в реальности, это скажет Анатолий Дардыч и баланс группы GTI. Там досконально тоже будет трудно это выяснить, но выясним, выясним, какова основная сумма. Но она значительно, незначительно, но она ниже, где-то около 60 миллионов реальных инвестиций сделано. И по всей вероятности, по всей вероятности, немножко меньше и акций. Это моя, как бы, ну, экспертная оценка. Я не берусь утверждать однозначно здесь. Мы-то здесь не результат. По сертификации, когда будет известен Георгий результат? Ну, вы знаете, дело-то в том, что результат уже известен, значит, результат постоянно есть. Я в прошлый раз, я не знаю, говорил или нет, потому что я во многих местах уже выступал, повторение «Мать учения». Дело в том, что я удивился, когда, будучи там вместе с бразильской делегацией, о которой вы уже слышали, да, вот, мы были в производстве, мы были на полигоне, в эко-технопарке, ну, это полигон сертификационный. Я увидел очень много, причем часть аппаратуры была прикрыта, значит, даже ее и не показывали. Но я так понял, что это регистрационная современнейшая аппаратура, которая до доли секунд различные параметры, как бы, фиксирует, выстраивает в графике, выстраивает в закрытые файлы отчета и так далее. Это и есть сертификация. Все параметры, абсолютно все, датчиков масса стоит, их прикрепляют, их снимают. И когда вот вы видите, проскакивают различные фотографии, там, разобранный Unibus, там, или еще Uniby, это значит, что новая система датчиков еще ставится, которую впоследствии их там не надо будет. Но сейчас, когда идет на различных скоростях сертификация, то это все необходимо делать. Это и есть процесс сертификации. Поэтому по городскому транспорту, ну вот, практически она завершается, и она завершится, скорее всего, подписанием определенного акта. Вы об этом услышите и увидите. Может быть, какие-то другие решения есть у ЗАО «Струнной технологии». Но мы это увидим однозначно. Кириченко выйдет с отпуска, и все нам, ну, наверное, Анатолий, абсолютно, и расскажет. Михаил точно все расскажет при помощи Анатолия Эдуардовича Юнинского. Так, когда будет? Прошу прощения. Пришлось прокашляться. Публикованную новость о сертификации Unibus. Это должно привлечь новых инвесторов в проект. Вы знаете, Людмила, новых инвесторов, значит, их даже привлекает больше. Конечно, это тоже привлечет. Но вот я приведу конкретный пример, опять-таки, не отходя далеко от кассы. Пример с бразильцами. Они поддакивали, слушали, удивлялись тому, что говорил Анатолий Эдуардович при первой встрече в первый день. До этого, значит, я проводил утром с Инетой Анжанем, и мы провели разминку с ними. Вот, ну, они тоже, как бы так, нам поверили, но вопросов было много в их глазах. Анатолий Эдуардович провел первый раунд с ними, вот, и очень тонко было. После этого повезли их в экотехнопарк, повезли в производство и встретились уже на следующее утро. Разговор был абсолютно конкретный. Они вечером первого дня объявились, сказали, да, мы теперь увидели, что процесс идет, для нас это очень важно. Они увидели, что есть один тип юнибусов, есть другой тип юнибусов уже, стоит в производстве, увидели там несколько модульных, да. Вот, процесс идет, они видели сертификацию, сколько им надо было увидеть. Они видели, как выпускается система мотор-колесо или мотор-электромоторов для мотор-колеса системы, для узлов. И это для них было очень важно. Хотя само сертификация и объявление о том, что сертификация закончена, будет очень мощным, мощным толчком. Согласен, согласен. Но это еще не значит, что впереди еще будет сертификация высокоскоростного транспорта. Там есть целый ряд нюансов, не берусь здесь рассуждать на эту тему еще дальше. Так, здесь нам все ясно. Теперь давайте посмотрим еще такую вещь. Значит, а здесь нам тоже все ясно. Так, особенности восьмого этапа начинают следствия. Ну вот, в принципе, смотрите, значит, так, что у нас тут еще было. Адресные, а, ух, все, чуть не забыл. Адресные проекты, их поиски, что следует учитывать, основные принципы. Смотрите, значит, вот встреча еще, которая произошла в Минске, потому что там, ну, мы же понимаем, что основная эта цель тех же самых бразильцев не сбор инвестиций, сбор инвестиций на средства, они примеряют эту систему, транспортную систему к себе. И для них было, между тем, я вот хочу просто ваше внимание тоже обратить на это, для них было, ну, я вот так посмотрел и подумал бы, что это даже откровение. Потому что Родриго, это бывший мэр города, вот, небольшого, и его отец, значит, для них было, собственно, откровением, когда я им объяснил такую вещь, что вы же понимаете, дорогие друзья, что мы зачастую забываем такую составляющую проекта Skyway и того народного финансирования или инвестирования, теперь его можно даже назвать, да, которое мы осуществляем с нашими инвесторами. И что это проект Skyway, он еще несет, кроме экономического, он социально-экономическую составляющую. Они говорят, а в чем он выражается? Я говорю, ну, вот, посмотрите, привлекая инвесторов, мы, с одной стороны, получаем финансы, дешевые финансы, не берем кредит в банке, мы, как бы, инвестируем. Если мы правильно построили систему залогов или взаимоотношений с инвестором, то достаточно дешевые средства. В данном случае для проекта это дорогие средства. Вы посмотрите, какие высокие были дисконты на первых этапах. Они и сейчас не маленькие. Это дорогой проект, но проект дорогой для автора проекта, для того, кто владеет ноу-хау. Но он идет на эти риски, он идет на эти расходы для того, чтобы оживить технологию. Теперь возвращаемся обратно. Дело в том, что, но с другой стороны, этот проект, эти его риски, в данном случае, дали возможность людям инвестировать и создать себе источник пассивного дохода. Это фактически люди побеспокоились, кто побеспокоился, кто нет. Тот еще на пути к этому, к пониманию этого. Побеспокоились о своих средствах, которые они будут получать, как пенсию, в принципе. И уйдя в мир иной, эта пенсия останется последующему поколению. И так далее, и так далее. Но, с другой стороны, они поддержали процесс строительства, создания технологий и получили такую возможность. Это очень, если правильно построить процесс, это социально-экономическая составляющая, которую надо вводить в каждой стране. Кроме того, что это дает возможность еще и росту национального продукта, ВВП этой страны. Начинается стройка, начинается приток средств, так как эти средства стоят на банковских счетах, или в каких-то трехлитровых банках где-то лежат, или еще где-то спрятаны. А так они вливаются и материализуются, капитализируются в конкретном проекте конкретной страны. Это приток и в экономику этого региона. И они сказали, опа, вот это очень интересно. Это как-то вот так вот мы сразу и не заметили. И поэтому уехали очень воодушевленные, процесс идет очень мощно. И я хочу вам сказать на этом примере, не буду вдаваться в подробности, дабы не имею такого права. Там рассматривался и сейчас готовится несколько интересных проектов, как пилотных проектов. Но первое, надо всегда выяснить, какой будет система транспорта в целом, которую мы пытаемся создать. Берем какой-то участок от А до Б, как мы когда-то с вами говорили. И надо представить, какой будет эта система транспорта в дальнейшем. И тогда мы из нее вынимаем, а не просто говорим, а давайте вот А до Б. Конечно, иногда бывает и так, построили, вот прижало, но не подумали. Построили от А до Б какой-то участок, транспортную структуру. Может быть это, допустим, ну какая-то локальная транспортная структура. Если это, допустим, поставка руды с разработки, с разреза с какого-нибудь на обогатительную фабрику, это одна вещь. Но дело в том, что построив такую трассу, нужно думать, а что дальше? Построили, а дальше, а вдруг, может быть, надо еще и дальше строить, вывозить уже и обогащенную, или как-то уже продукт общий. Может быть он еще где-то стоит. Это один вариант. Другой вариант, как сейчас идет разработка логистической структуры. Все очень сильно хотят построить транспортную логистическую систему север-юг, то есть с Северного моря, с Мурманска вниз к Черному морю. Вроде бы большая, кто ее осилит? Откуда начинать надо? Где узкое место? Да вроде бы их очень много. Да, правильно. Но давайте выберем, выбирайте, кто берется, кто раньше встанет, значит, оденет эти сапоги. Кто первым встал, того и сапоги. То есть где, откуда начнем. Но не надо начинать где-то в стороне, надо смотреть, а где более-менее эта трасса могла бы прилегать, где те основные логистические центры. Это глобально. И теперь возвращаемся обратно к какому-нибудь городу. Опять-таки смотрим, где, какова эта система в целом, и тогда начинаем, значит, искать следующее. То есть начинаем смотреть с решения, каких узких проблемных мест или задач нужно начинать. Где самое такое прижатое место, которое бы дало возможность нам решить. Решили и ничего. Ведь в Таллине, например, мне задают зачастую, ну как так, вот это вообще фантастика. Я вот интервью недавно давал, значит, мне, говорит, тот женщина, которая интервью записывала, она говорит, это не для записи, говорит, ну это же фантастика. Поднять весь транспорт на второй уровень. Говорю, мне надо быть максималистом. Это не значит, что мы сразу ввели паровоз и всех лошадей порезали на колбасу, пардон, и тачки все поставили в эти самые, или вернее, все телеги поставили в сарай. Нет. Как и в городе. Останутся трамваи, пока они рациональны, пока они не решат. Но узкие места мы начинаем решать. А, ну тогда более-менее начинают просматривать. То есть начинать следует с решения узких проблемных мест, дорогие друзья. И это и есть самое лучшее. Выявить самый лучший пилотный проект. И то же самое делаем мы в Бразилии, кстати. Родриго сразу понял, у него есть глобальный проект. Но он сказал, давайте сначала начнем с проблемного. Не буду объявлять какое. Он будет хорошим пилотным проектом. Он себя быстро окупит. И это очень нам интересно, говорит он. Но здесь надо выявить и заказчика, и выгодополучателя. В нашем случае в Бразилии заказчик есть. Он говорит, я буду заказчиком. Потом подумал, говорит, скорее всего на первой стадии проекта. Он понимает, что такое первая стадия проекта. Он знает, что это та часть, которая практически, ну скажем так, изобразительно-аналитическая. То есть дается визуализация проекта, взвешиваются возможности, даются инвестиционные оценки и так далее. Да, но, говорит, зато я думаю, дороже. Мы с вами сможем потом этот проект продать. Кому? Выгодополучатель. Кто у нас выгодополучатель в том варианте? Государство, город, муниципалитет. Но там есть еще и один бизнес, который может быть очень заинтересован, потому что там решается задача, скажем так, одного строительства. Выгодополучатель не исключено, что он может быть инвестором в конечном итоге. И тогда ему абсолютно иначе можно. Теперь, предусмотреть возможности финансирования. Да, надо предусмотреть. И что самое важное, все это можно сделать, но не сделав, не решив вопросы и инициации адресного проекта и не заключив соответствующее соглашение с кем? С GTI, с Global Transport Investment. Это будет все просто тренировка на коленке. Поэтому это очень важно, дорогие друзья, учитывать, когда мы что-то в этом плане делаем. За счет, за чей счет будет строительство, Чичиков? Ну, естественно, за счет того, кто будет инвестором этого проекта. За счет того, как сложена система финансирования этого проекта. Это самый простой вариант, когда за счет заказчика. Зачастую заказчик не способен поднять. Так, Владимир, вы будете 30-го в Нюрнберге? Нет, я не буду в Нюрнберге, но я буду на связи, скайп-связи, дорогие друзья, с конференцией. В основном львиную долю там будет делать доклада, я с ней связывался с Розой Мари, а остальное, значит, я буду отвечать на вопросы и буду кое-что говорить в течение 10-15 минут по скайпу. Беларусь числа будет? Нет, не буду. Я в эти числа буду в Тбилиси, с 5-го по 10-е. В Тбилиси и в Батуми. Так, решить вопросы. Так, таким образом, дорогие друзья, я сегодня заканчиваю. Есть у вас еще вопросы? Если есть, я готов на них ответить, если смогу. Если нет, то давайте сейчас тогда заканчивать. Я благодарю вас за участие в сегодняшнем вебинаре. Желаю всем доброго завершения недели, толковых инвестиций, толковых решений. Ну и, естественно, доброго здравия вам, вашим близким. Берегите себя, думайте о сковей, строй сковей, спасай планету. Ну, а Транснет сам пробьется. Всего доброго. До скорых встреч. Спасибо. Продолжение следует...